О, лето красное, любил бы я тебя, когда б ни пыль, ни зной, ни комары, да мухи, писал Александр Сергеевич Пушкин давным-давно. Если бы он жил сейчас, он бы обязательно дописал. Комары да мухи, запятая, и эти коммунальные службы! Уже бы без рифмы, конечно, но в тему. Еще бы слова добавил те, которые он тоже знал. Потому что непонятно, жара стоит, потеют люди все, они отключают горячую воду. У нас был профилак... какая профилактика? Что, нельзя сделать профилактику в два раза длиннее, а потом два года не отключать воду, а? Что нужно каждый год ее в один... Уж руку себе отбил на этой теме. Короче, мы решили выяснить этот вопрос, кто нам и зачем отключает воду, и послали наших самых лучших киллеров, в смысле корреспондентов, чтобы они сделали про это сюжет. Смотрим. Зачем это делают? Думайте, мужчина. Вариант первый. Теплостанция решила схитрить. Воду отключат, а деньги посчитают. Нет, мужчина, вы ошибаетесь. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в подвал своего дома. По этим трубам вода поступает в квартиры. Сколько дом потребляет, считает общедомовой счетчик. Накрутить его невозможно. Поток воды проходит и вертит крыльчатку, соединенную с магнитом. Снаружи крутится второй магнит и вращает систему шестеренок. А циферблат показывает количество пройденной воды. Сейчас счетчик стоит без движения. Значит, вода не идет и платить не придется. Версия номер два. Может быть, воду плохо очищают? И она забивает трубы. Нет, мужчина, вы опять ошибаетесь. На очистной станции вода проходит через фильтры. На дне резервуаров полутораметровый слой песка и угля. Он задерживает все ненужные примеси, а воду пропускает. Как в обычных бытовых фильтрах. Дальше вода отправляется в мембранные фильтры. Это множество тончайших трубочек. Через них даже самая мелкая грязь не проскочит. Тогда вариант номер три. Экономят. Ведь если отключить воду у всего населения планеты хотя бы на одни сутки, страшно представить, сколько воды будет сэкономлено. Нет, мужчина. Это неправильный ответ. Количество воды на Земле неизменно. Это не нефть, которую можно выкачать до капли. Вода испаряется и возвращается в виде дождя. Меньше ее не становится. Тогда вариант номер четыре. Это заговор. Они нарочно портят трубы. Да, мужчина. На этот раз вы правы. Как прав? Зачем же нарочно портить трубы, а потом латать их все лето? Оказывается, есть причина поступать именно так. И это вовсе не заговор. Как же это происходит? Вентилями перекрывают подачу воды на огромном участке. Потом включают насос, который закачивает в трубы воду с превышением рабочего давления в несколько раз. Через некоторое время приборы фиксируют падение давления. Это означает, что на выделенном участке трубопровод где-то разорвался. Зачем же это нужно? Давайте посмотрим на примере велосипедной камеры. Чтобы найти прокол, достаточно накачать шину и опустить в воду. Место прокола сразу же себя выдаст пузырьками воздуха. С трубопроводом почти такая же история. Где-то на участке обязательно есть отрезок со слабиной, который может прорвать, например, зимой, когда без горячей воды прожить затруднительно. К тому же грунт промерзнет настолько, что копать его будет очень тяжело. Вот поэтому летом и идут на намеренный прорыв участка. Но как теперь отыскать течь? Ведь она под землей. Чтобы найти течь, понадобится акустический течеискатель. Эти два датчика нужно установить на участке трубы. Один на одном конце, второй на другом. Так, чтобы место предполагаемой течи находилось между ними. Датчики фиксируют и передают акустический сигнал. Включайте датчика. А течеискатель этот сигнал обрабатывает и выдает информацию, на каком расстоянии между датчиками нужно копать. Точное место определяют с помощью трассоискателя и измерительного колеса. Ультразвуковой трассоискатель видит, где под землей проложена труба, а колесом определяют нужное расстояние. Участок отгораживают. Прохожим и зевакам здесь не место. Подождите, но если здесь прорвало трубу, то куда делась вода? Почему вокруг суха? Оказывается, под землей трубы с горячей водой проложены под наклоном и располагаются в бетонном жёлобе. Как только трубу прорывает, вода по жёлобу стекает в ближайший колодец. Эти колодцы закрыты люками с буквами ТС, что означает «тепловая сеть». Вот, кстати, этот люк. Проверим. А вот и вся вода. Из колодца её нужно выкачать при помощи погружного насоса. А мы можем начинать копать. Тут асфальт? Извините. Кстати, если бы трубы обновляли полностью, а не только слабые участки, воду бы отключали не на две недели, а на полгода. А вот и она, прорвавшаяся труба. Испорченный кусок рабочие вырезают газовым резаком. По одному шлангу подаётся кислород, а по другому – ацетилен. Газ сгорает, и образуется режущее пламя, которое легко справляется со сталью. Кстати, трубы, хоть и стальные, но от сильного трения воды о стенки тоже изнашиваются. Поэтому им и требуется ежегодная проверка. Но сейчас стальные трубы постепенно заменяют на пенополиуретановый. Они гораздо прочнее своих стальных предшественников. И сила трения в них меньше. Так что скоро воду перестанут отключать вообще. А нам осталось приварить новую трубу. На этот раз уже используют электросварку. Итак, если вас спросят, зачем отключают воду летом, ответ следующий. В это время рабочие накачивают в трубы воду под давлением так, чтобы трубопровод где-то разорвался. Это и будет самый слабый и потенциально опасный отрезок трубы. Его находят и меняют слабое звено. Кстати, мужчина, вам уже дали горячую воду. Вода началась, а пена кончилась. А вот не нужно было так сильно переживать. А вот в Индии такая стоит жарища, что они наоборот не тёплые трубы утепляют, а холодные трубы утепляют. Точнее, даже не утепляют, а теплоизолируют, чтобы вода не нагревалась внутри этих труб. Понимаете? А горячая, пусть себе течёт, она всё равно не остынет. Кстати, интересно, в Индии, наверное, летом холодную воду отключают. Да?